Издательство Эксмо. Магия. Практическое руководство. Автор Джульетта Диас, потомственная ведьма, родившаяся на Кубе. Её род насчитывает множество поколений ведьм-целительниц. Она является владельцем аптеки Ноябрьского мудреца и онлайн-школы колдунов-целителей Гербарий Ноябрьского мудреца. Эта книга посвящается моему мужу Виллу Колону. Спасибо тебе, мой волк, мой защитник, за то, что был со мной, когда я раскрывала в себе ведьму. Посвящается моим детям Айдан и Микки. Спасибо, что стали моим величайшим благословением. Вы изменили мою жизнь своей невероятной магией. Посвящается моим предкам и наставникам. Спасибо, что вы всегда рядом и руководите каждым моим вздохом. Ведьма — это явление вашей собственной истины во всей её силе. Итак, мы отправляемся в путешествие. Колдовство — это не фокусы, и оно не имеет отношения к тому, как вы одеваетесь, что покупаете или публикуете в соцсетях. Стать ведьмой — значит научиться исцелять себя, изменять свою жизнь и окружающий мир, воплотить свои мечты. В этой книге я расскажу, как стать ведьмой и раскрыть магию, которая живёт внутри вас. Мы объясним, как избавиться от того, что вам больше не нужно, как реализовать свой истинный потенциал. Вы также узнаете о навыках и приёмах, необходимых для того, чтобы творить настоящую магию. Якубинка по происхождению. Из древнего рода ведьм-целительниц. Мы верим в исцеление разума, тела и духа с помощью лекарственных средств, которые даёт нам земля и наставлений наших предков. Вам не обязательно быть потомственной колдуньей или проходить через тайны ритуалы инициации. Есть множество других способов стать ведьмой. Меня учили, что каждая из нас должна творить собственную магию. Мы опираемся на древние знания, но при этом не следуем им буквально, а подстраиваем под себя. Только так наша магия обретает невиданную мощь. Моя практика — это уникальная смесь ритуалов, моего опыта и знаний, полученных от других. Она гармонична, целостна и во всём меня устраивает. Когда я поняла, что мне нужна моя личная, ни на что не похожая магия, это стало для меня чуть ли не важнейшим уроком, полученным от жизни. Поэтому я хочу поделиться им с вами. Сейчас всё больше женщин ощущают в себе неукротимый огонь внутренней ведьмы. Да, мы ищем истину и хотим принимать себя такими, какие мы есть. Это важно. Но существует нечто ещё более важное. Мы слышим зов страдающей матери Земли. Мы нужны ей. Благодаря особой связи с Землёй мы, ведьмы, можем вернуть ей магическую энергию, которую от неё получили. И в наше время, когда Земля разорена человеком, у ведьм особенно много дел. Если вы разбудите в себе внутреннюю ведьму, и она поднимется из глубин вашей души, вы также сможете передать магию Земле, сохраняя силы и, возможно, жизнь нашей матери. Хотя я родилась в семье практикующих ведьм, решение стать одной из них я приняла самостоятельно. Я выбрала собственную правду и позволила ей стать основой моей жизни. Пусть мы не умеем летать, зато без страха погружаемся в глубины своей души. Помните, кто не видит ваш свет, тот в плену собственной тьмы. Вы обязательно явитесь миру, дорогие ведьмы. Все живые существа — это дети Земли. Все мы вышли из одного чрева. Частица силы была посеяна в вас задолго до того, как ваше тело познало первый вдох. Вам не нужно искать признания вовне. Вы найдёте его внутри себя. Мне потребовались годы учёбы и практики, чтобы стать ведьмой во всём её великолепии. Вы тоже можете откликнуться на внутренний зов, познать истину и осветить мир своей магией. Пришло время заключить в объятия вскрытую внутри вас ведьму. Ритуал освящения этой книги. Эта книга наполнена мудростью, магией и любовью, и они в вашем распоряжении. Осветив книгу, вы соединитесь с ней на глубоком духовном уровне, а она поделится с вами сокровенным знанием. Ритуал освящения активирует чары, которые запечатаны в её страницах. Это усилит вашу связь с книгой и будет вас направлять. Что вам потребуется? Сушёная полынь, россыпью или в пучке, или благовоние, лучше всего ладан, мирра или палосанто. Одна небольшая чаша, горсть риса, одна щепотка соли, белая свеча с безопасным подсвечником, отлично подойдёт, маленькая коническая свеча. Один стакан примерно 250 миллилитров воды. Что нужно делать? Прежде чем приступить к магической работе, вам нужно очистить окружающее пространство, себя и свои инструменты от негативной энергии. Это можно сделать с помощью окуривания благовониями, смолой или сушёными травами. Мои любимые средства для очищения – полынь, рута, розмарин, палосанто, ладан, мирра, янтарь и капал. В некоторых заклинаниях для очищения используются только определённые травы, смолы или благовония. Итак, зажгите благовония, травы или свечи от спички. Затем задуйте пламя, пусть благовония слегка дымятся. Есть много способов поджигать смолу и травы, но самый простой – положить их небольшое количество на угольный диск. Оставьте ароматный состав прогреться на диске рядом с тем местом, где вы работаете. Для более глубокого очищения можно пройтись диском по той комнате, где вы находитесь, и даже по соседним. Вы можете потушить благовония или оставить его гореть до окончания своей магической работы. После очищения проведите ритуал освещения. Устройтесь в тихом месте. Включите аудиозапись этой книги и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и попробуйте отбросить все мысли. Постарайтесь ощутить, как едва заметные энергии книги сливаются с вашей энергией. И тогда вы почувствуете эту связь. Возьмите в руку рис и поднесите его к губам. Очень медленно подуйте на рис, сосчитав до трех. Представьте, как ваше дыхание окрашивает рис в золотой цвет. Теперь поместите рис в чашу. Добавьте соль к рису и скажите, щепотка соли не навредит. Она волшебство благословит. Зажгите свечу, держите ее в правой руке. Проведите свечой против часовой стрелки три раза, говоря при этом. Этим пламенем я приглашаю тебя с собой в путешествие. Направляй меня, направляй меня, направляй меня. Задуйте свечу и возьмите горсть риса. Просыпьте немного риса, приговаривая. Я освещаю тебя. Я освещаю тебя. Я освещаю тебя. Если хотите, можете сохранить эту свечу для будущих магических ритуалов. Окуните пальцы в воду, нарисуйте круг у себя на груди рядом с сердцем и скажите, я готова стать одним целым с ведьмой, скрытой в моем сердце. Теперь вы установили связь с магией и приняли обязательство с открытым сердцем и ясным умом идти по пути колдовства.